здравствуйте в этом видео будут бесплатные подкормки для рассады томаты перцев и огурцов применяю уже их много лет и результаты меня только радует вы удивитесь какие подкормки можно применять и даже узнаете об новых подкормках возможно вы о них никогда не слышали для того чтобы подкормить рассаду не обязательно покупать дорогие удобрения которые стоят больше тысячи рублей и более и даже не обязательно применять очень хороший там удобрение с нпк где азота фосфора и калия большой процент для рассады достаточно будет простых органических удобрений итак первая подкормка и нам понадобится немного теплая вода примерно около 35 40 градусов и нам понадобится две столовые ложки коровьего молока если вы проживаете деревне то просто счастливчик потому что без термической обработки там содержится большое количество витаминов и различных элементов и второе средство которое будем добавлять это куркума куркума хорошо борется даже серы гнилью фазариозом кладоспориозом фитофторозом и различными другими болезнями уже сейчас нужно готовить наши томаты чтобы у них был крепкий иммунитет для этого можно использовать простые подкормки виде даже вот куркумы она является антимикробным и противомикробным средством куркума не только помогает спасать пораженные уже растения но и используется для профилактики я рекомендую именно проводить профилактические работы можно опрыскивать по листу можно поливать под корень но если вы будете опрыскивать то убирайте ваши например контейнеры в ванну потому что от куркумы будут пятна поэтому не опрыскивайте вблизи обоев штор тюлей мебели потому что вам потом придется бороться с этой куркумой она именно впитывается и оставляет пожелтевшие такие пятнышки это неприятно имейте это ввиду второе средство которое можно использовать тоже для любой рассады нам понадобится 1 литр воды отстойной комнатной температуры не горячий не холодный и средство которым будем с вами добавлять это крахмал с помощью крахмала мы улучшаем как раз структуру почвы и больше будет наращиваться корневая система но можно применять его по-разному крахмал сам по себе он не содержит никаких полезных элементов в нем даже нет ни азота ни калия не фосфора он не является как таковой подкормкой но добавлять в грунт его можно потому что именно крахмал он стимулирует развитие полезных грибов и я применяю пол чайной ложки на 1 литр воды это для молодой рассады для более взрослой рассады можно применять одну чайную ложку на 1 литр воды и поливать под корень примерно один раз 3-4 недели если например у вас влагопроницаемый и воздухопроницаемый такой рыхлый хороший грунт он даже можно подсыпать но если тяжелый грунт не подсыпайте образуется некая горка как только перемешали поливать рассаду можно сразу я выливаю примерно 700 где-то миллилитров на один контейнер здесь у меня 10 стаканчиков этого будет достаточно поливая в поддон потому что постепенное поступление крахмала это будет самый идеальный вариант третье средство которое можно использовать в качестве уже подкормки для ускорения роста это ламинария ламинария тоже есть разные есть листья нори необработанные есть вот такая вот ламинария это морские водоросли ламинария содержит огромное количество полезных для растений веществ к примеру а в ламинарии есть даже более 70 минералов и других элементов а также есть небольшие гормоны роста несколько видов всего витамины ферменты и протеины все те гормоны которые содержатся в ламинарии это огромное количество ауксинов гиберелинов и цитокенинов они как раз играют важную роль в том чтобы функционировать правильно растение то есть она будет ускоряться в росте правильно расти развиваться и в дальнейшем будет крепкая и здоровая для того чтобы приготовить полезный раствор нам понадобится горячая вода и 1 столовая ложка ламинарии я завариваю и оставляю вот в такой вот чашечке здесь меня 200 миллилитров оставляем буквально на один даже два часа будет великолепно и у нас все это будет настаивать и получим просто великолепный настой не хуже даже приготовленной хлорелы ламинарии применяю уже давно давно и даже использую листья нори их точно также разламываю завариваю и получаю полезный раствор и так все у нас тут с вами заварилась и обязательно нужно слить все эти ошмёточки их не подкладывайте в грунт это лишнее для рассады вообще органику он желательно не подкладывать в домашних условиях потому что многие из средств они могут образовывать корки нам нужен именно настой и так доводим наши 200 миллилитров до одного литра и поливаем под корень один раз 7 10 дней курсом до 3-4 раз вот как раз ламинария это и есть полезное удобрение не агрессивное щадящие можно поливать по сухой земле следующая тоже подкормка будет нас луковой шелухой луковую шелуху самое главное приготовить правильно для домашнего использования не нужно делать именно концентрированный раствор потому что у нас мало грунта корневая система не такая сильная как в открытом грунте и нам понадобится буквально от одной луковицы луковая шелуха добавляем горячую воду примерно 50 60 градусов не более и настаиваем 2-3 часа раствор у нас должен получиться примерно такой бледно-янтарного цвета это будет правильный раствор теперь нужно обязательно слить луковую шелуху ошметки мы тоже не подкладываем от лука для рассады вообще не используйте органику в чистом виде это будет лишнее сливаем луковую шелуху запах конечно от нее невероятный но помимо того что еще и отпугивает вредителей и помогает рассаде крепнуть и быть здоровой укрепляет иммунитет и влияет активно на именно корневую систему я поливаю уже более взрослые томаты даже которые скоро уже зацветут можно поливать перцы любую рассаду баклажаны и даже цветочные так следующий у нас подкормка нам понадобится 1 литр воды и нам понадобится 1 столовая ложка молока молоко улучшает структуру почвы что делает ее более плодородной и полезной для выращивания рассады а также помогает в стимуляции роста укрепляет иммунитет растения и даже повышает устойчивость растения к неблагоприятным фактором второе средство которое нам понадобится это мед мед это очень мощный биостимулятор в основном применяю на ранних стадиях потому что если применять для большого количества рассады то меда можно не напастить у меня вот есть остатки и нам понадобится 1 чайная ложка на этот литр воды с таким раствором поливаем всегда понемногу потому что это органические удобрения и самое главное после органики всегда просушивайте грунт и нам понадобится еще одна-две максимум капли на этот литр воды йода йод у меня 5 процентный есть еще йод специальный для растений поэтому там смотрите инструкцию на упаковке йод известен как антисептическое антибактериальное фунгицидное и противовирусное средство как только растворится мед можно сразу поливать поливаем понемногу чуть по влажной земле самое главное не заливать здесь у нас идет небольшая концентрация корневую систему вы не сожжете таким настоем можно поливать один раз в две-три недели следующая подкормка и нам понадобится пол-литровая банка и банановая кожура именно в ней содержится большое количество калий и магния также присутствует там небольшой процент фосфора есть натрий железа марганец и кальций как раз все что нужно для молодой рассады следующее средство это мандариновая кожура это нас как раз кислоты которые тоже помогают растению быстрее активно расти можно заменить на апельсиновую кожуру такая кожура содержит большое количество витаминов c а и е а также есть эфирные масла есть калий и маленький процент фосфора заливаем горячей водой и настаиваем примерно два часа если будете настаивать более то значит концентрат получится более такой склизкий поэтому не переусердствуйте далее нужно обязательно слить банановую кожуру и мандариновую кожуру мы не подкладываем грунт еще раз повторюсь органику в таком виде дома я не использую только в виде настоев все это сливаем варить у нас не получился склизки раствора получился то что надо добавляем наши пол-литра до 1 литра воды то есть сюда еще добавляем пол-литра отстойной комнатной воды и поливаем под корень один раз в 2-3 недели можно даже применять один раз в 4 недели для профилактики далее мы будем использовать сухой чеснок и это следующее наш настой чесночный настой применяю постоянно потому что здесь большое количество макро микроэлементов а также есть витамины есть еще и железо фосфор калий кальций магний которые необходимы для полноценного роста наши рассады и развития в чесноке содержатся даже кислоты и антиоксиданты хорошо помогает укрепить корневую систему укрепляет иммунитет стимулирует рост и даже борется с различными вредителями нам понадобится горячая вода буквально немного и еще немного обычной остойной воды ну примерно чтобы температура у нас получилось 30 там 40 градусов для того чтобы настоять наш чеснок именно сухой чеснок применяю всегда даже если от него попадут ошметки ничего с растением не произойдет мошки не заводятся применяем 1 грамм на 1 литр воды и поливаем под корень можно поливать как молодую рассаду так и взрослую если у вас нет сухого молотого чеснока берите свежий 1 зубчик на 1 литр воды но там придется просидеть чтобы не было крупных ошметков следующее средство и нам понадобится скорлупа грецкого ореха у меня она уже измельченная если у вас есть орешки то их можно самостоятельно измельчить до такого состояния скорлупу грецкого ореха можно применять по-разному можно заваривать несколько скорлупок кипятком и в дальнейшем доводим до бледного раствора и поливаем под корень а также можно измельченную скорлупу добавлять в грунт улучшает микрофлору почва также помогает укрепить иммунитет у растениям и будет иммунитет именно к различным заболеваниям и помогает именно наладить всю эту микрофлору также можно использовать в виде мульчи помогает от вредителей они просто не проникают и не могут там уже отложить различные личинки можно даже использовать при пикировке например перца либо томатов добавляем одну чайную ложку в грунт и далее уже пересаживаем наш перчик как правильно применять скорлупу грецкого ореха от мошек берем верхний слой грунта убираем его засыпаем новый и в дальнейшем делаем мульчу сверху для того чтобы мошки не проникали и не откладывали яйца если мошек мало то можно делать без различных средств если все-таки уже много заполонили всю рассаду то применяйте хотя бы октару и потом уже добавляйте скорлупку сверху виде мульчи следующая подкормка для рассады томатов перцев огурцов у нас будет с древесной золой древесная зола у нас обогащает почву питательными элементами и способствует также раскислению почвы если вы очень часто поливаете с органикой то может быть закисление почвы во спасение приходит древесная зола у меня вот есть обычная в гранулах она содержит и фосфор калий кальций магний серу кремний ну и даже не содержит хлор есть настоящая древесная зола если у вас есть печка то всегда собирайте такую древесную золу на очень полезная но в гранулах нам понадобится буквально один грамм на один стаканчик прикапываем в дальнейшем поливаем и все у нас начинает действовать как применять древесную золу настоящую из-под печки для рассады вот у меня есть древесная зола берем одну чайную ложку и добавляем воду именно таким способом поливали наши бабушки даже не волновались о том что нужно срочно подкислить ее уксусом чтобы пошла реакция даже в таком виде все прекрасно работает но если вы все-таки делаете как биологи нужно взять одну чайную ложку древесной золы и одну чайную ложку яблочного уксуса смешайте пойдет реакции и в дальнейшем добавляйте в воду тогда быстрее все полезные макро и микроэлементы высвобождаются у нас из древесной золы и быстрее растение получает все питательные вещества но этот старый способ тоже рабочий следующее средство если вы точно также например закислили грунт то можно использовать древесный уголь есть специальный древесный уголь для растений можно взять из-за под шашлыка именно свежий древесный уголь который еще не использовали но там придется его измельчать потому что в основном там угли очень крупные древесный уголь используется как антисептическое средство можно посыпать в грунт а также для лечения даже корневой системы чтобы не было гниение чтобы не было черной ножки и болезней добавляем пару грамм на один стакан у меня 700 миллилитров стаканчик и в нем примерно 500 там 600 миллилитров грамма добавляем 1 2 грамма максимум на такой стакан присыпаем и все у нас будет хорошо то есть рассада болеть не будет уголь работает не только как антисептическое средство но и даже впитывает лишние элементы которые содержатся в грунте следующая подкормка для более взрослой рассады это в основном касается огурчиков можно перчиков баклажанов чтобы они наращивали листовую массу для томатов лучше всего применять маленький процент дрожжей дрожжи они содержат большое количество азота что как раз способствует наращиванию мощной листовой если ваша рассада остановилась в росте не растет просто ну стоит на месте бывает и такое то помогите с помощью стимулятора а это дрожжи дрожжевую подкормку применяем для рассады в небольшом количестве всего 1 грамм дрожжей берем 200 миллилитров горячей воды и сюда можно добавить еще еловый мед можно добавить обычный мед либо несколько грамм сахара чтобы пошла реакция у меня вот есть еловый это прекрасный стимулятор поливаю не только рассаду но и комнатные цветы которые обожают такую подкормку нам понадобится буквально пол чайной ложки елового меда все это тщательно перемешиваем пусть настоится примерно один-два часа в таком проценте где 1 грамм и нас дрожжей пенки не будет поэтому будет очень хороший настой как поливать рассаду с дрожжевым настоем томаты томаты можно поливать перед высадкой например в теплицу прекрасный стимулятор роста корневая система точно также увеличивается и быстрее пойдет у нас там листовая масса и примется намного быстрее домашних условиях всегда поливаем понемногу не заливаем и в дальнейшем просушиваем грунт полностью чтобы не было никаких проблем следующая подкормка это тоже натуральное средство зала подсолнечника содержит и фосфор и калий и кальций и магний и серу очень полезная подкормка это конечно не бесплатное средство но все-таки можно получить его самостоятельно нам понадобятся семечки именно шелуха она становится такая вот более мелкой и тогда можно подкармливать залу конечно получить подсолнечника только в деревне можно где есть печка но для тех кто например проживает квартире самый выгодный вариант это все-таки купить такую залу мне нравится я применяю давным-давно особенно для рассады примерно 1 грамм на стаканчик будет достаточно все полезные элементы поступают сразу производитель не указывает что нужно именно ее подкислять как древесную залу поэтому я применяю все по инструкции следующее средство это у нас чай каркаде чай каркаде он обладает антисептическими свойствами и даже помогает при воспалительных процессах для человека поэтому можно смело поливать рассаду таким слабо кисленьким раствором самое главное не переусердствовать это ведь все-таки более кислое средство если например подкислять почву постоянно то применяйте древесную залу чтобы раскислить почву то есть следите за тем чтобы не появилась на вашем грунте такие желтые пятна например когда желтень даже перлит то это уже сигнал что пора менять кислотность грунта чай каркаде применяю не только для большой рассады но и даже для маленькой для того чтобы приготовить настой из каркаде нам понадобится буквально пару таких листочков завариваем настаиваем получается такой более насыщенный красный настой но для того чтобы поливать рассаду нужен более светлый чай поэтому разбавляем водой и получаем такую бледно-розовую водичку когда можно поливать под корень один раз в две-три недели следующее проверенное средство это у нас именно вода от вареного картофеля моркови и даже свеклы вот смотрите что у меня получилось нужно сделать тоже более светлый раствор примерно один к одному и тогда получаем питательный раствор даже подкормку для рассады томатов перцев огурцов такой отвар содержит много полезных веществ есть и витамины а также есть витамин c и есть крахмал про крахмал мы с вами уже говорили ранее есть жиры глюкоза макро микроэлементы большое количество даже есть калий фосфор магний натрий кальций и железо также присутствует несколько видов органических кислот это очень богатый состав с питательными веществами которые полезен для рассады следующее средство которое будет применять это лавровый лист он богат витаминами а bc и в нем содержится фосфор натрий железа кальций магний цинк а также он богат эфирными маслами которые даже содержат уксусную и муравьинную кислоту лавровый лист отличное антисептическое и антибактериальное средство нам понадобится буквально три листика и 200 миллилитров горячей воды настаивать нужно примерно 1 час для того чтобы наша вода насытилась всеми полезными элементами после такой подкормки будет положительный эффект уксусная муравьинная кислота помогают растению проснуться а также оказывают стимулирующие действия антисептические антибактериальные свойства помогут растениям бороться с различными вредителями а в итоге вы получите здоровые растения также в такой настой можно добавить пару грамм сухого чеснока можно применять лавровый лист как отдельно так и смешивать с сухим чесноком либо даже со свежим чесноком только в дальнейшем обязательно просидите настой после полива такими средствами иммунитет растения повышается грунт у нас очищается от вредителей растение не перестает расти оно не чахнет не болеет не сохнет и имеет крепкий иммунитет а также стрессоустойчивость к неблагоприятным фактором так как мы сейчас с вами открываем форточки а за окном у нас еще минусовая температура и теперь самое важное нужно слить такой настой если вы например положите все листики в один стакан то это будет лишнее их в дальнейшем можно разложить по одному листочку в каждый стаканчик я сливаю у нас здесь было 200 миллилитров настоя и доводим до одного литра поливаем понемногу не заливая по несколько ложек на один стакан можно сделать курс один раз в 10-14 дней до 3-4 раз следующая подкормка и нам понадобится черный чай завариваем черный чай будем применять именно заварку также можно поливать черным чаем доводим его до бледного такого бледненького раствора и поливаем под корень заварка черного чая это натуральное органическое удобрение которое помогает восстановить нормальную структуру грунта разрыхляет грунт если он вас более тяжелый а также содержит калий кальций марганец магний натрий и железо но добавляем по пару грамм не нужно один целый чайный пакетик добавлять в один стакан это слишком много делаем все дозировано делаем всего лишь так один раз за период выращивания рассады следующее средство с помощью которого можно обогатить и разрыхлить хорошенько наш грунт это лузга гречнева это чешуйки от гречки которые остаются после обработки зерна лузга абсолютно экологично и гипоаллергена ее даже применяют для подушек для того чтобы нормализовать сон она очень полезна для растений добавляем ее понемногу в грунт для разрыхления лузга гречневая помогает предотвратить многие болезни которые могут развиваться из-за неправильной кислотности грунта от залива и вообще от различных даже срез которые вы применяете возможно неправильно также можно использовать ее виде мульчи для того чтобы не заселяли наши мошки личинки в этот грунт очень хорошо помогает можно использовать для разрыхлений смотрите у меня здесь есть и древесный уголь и лузга и перлит и вермикулит и отличный получился грунт рассада растет очень хорошая следующее средство для улучшения почвы это рисовая шелуха при внесении в почву помогает решить многие проблемы особенно проблему засоления грунта но об этом нужно именно нужно наблюдать со своим грунтом что у вас с ним происходит также можно пересаживать растение в такой грунт где содержится рисовая шелуха можно подкладывать и в открытый грунт либо использовать в виде мульчи если использовать лузгу рисовую для грунта для выращивания рассады то заметно улучшаются физические показатели почвы это уже открытие биологов и как следствие способность хорошо удерживать влагу если вы например не доливаете то конечно нужно поливать намного чаще то лузга сохраняет влагу я использовал лузгу рисовую для выращивания перчиков томатов огурцов именно в домашних условиях потому что они очень быстро пересыхают из-за малого количества грунта чтобы корневая не пересыхала я использовал лузгу следующий настой который богат не только всеми полезными макро и микроэлементами но и содержит кремний это нут если у вас нет ну то то можно использовать обычный колотый горох но конечно там они немного отличаются по составу для того чтобы правильно применять минут для рассады не перебарщиваем с данным средством потому что очень сильно закисляет грунт если вы не знаете например ph вашего грунта то рекомендую применять самую маленькую дозировку примерно одну чайную ложку завариваем на несколько часов и получаем питательный раствор не берите одну столовую ложку на литр это будет слишком много нут богатый источник белков жиров клетчатки железо кальция магния марганца селена цинка есть кремний сейчас кремний в средствах стоит очень дорого есть фосфор есть витамины а b1 b2 b3 c b6 и pp а также есть большое количество различных аминокислот завариваем несколько часов в дальнейшем доводим до 1 литра и поливаем под корень ну там можно поливать один раз в 3-4 недели обязательно это нужно все убрать сам нут не подкладывайте грудь потому что он у вас прорастет нут можно использовать как сидират если у вас его большое количество следующее средство это рапсовый жмых это продукт получаем и после холодного отжима семян рапса на прессах это полезный питательный такое средство которое можно использовать не только для корма животных а его там добавляют именно в промышленных масштабах но можно использовать для растений повышает стрессоустойчивость улучшает обмен веществ разрыхляет почву и насыщает почву многими полезными элементами добавляем несколько грамм каждый стаканчик можно добавлять в грунт берем 1 чайную ложку на литр грунта и все тщательно перемешиваем можно просто так вот использовать при пикировке томатов перцев огурцов следующее средство это цветки ромашки это аптечная ромашка которую мы с вами пьем в домашних условиях содержит эфирные мацла и органические кислоты даже есть аскорбиновая кислота есть макро микроэлементы но они все в маленьком маленьком прям количестве то есть сильной пользы для растений не принесет но как виде домашней подкормки вполне подходит потому что содержит низкий процент невозможно не сжечь не перекормить то есть будет хорошая такая стандартная домашняя подкормка завариваем чай буквально на 20-30 минут один пакетик можно также использовать саму кашицу но самое важное не переусердствовать примерно 1 2 грамма кашицы на растение больше тоже не нужно обязательно сливаем если у нас вдруг там порвался пакетик потому что лучше всего использовать именно настой для молодой рассады для более взрослой рассады используйте саму кашицу от цветков ромашек доводим до 1 литра мы заваривали в 200 миллилитров горячей воды дальнейшем добавляем воду комнатной температуры и поливаем под корень понемногу по сухой земле не заливая можно поливать один раз в 3-4 недели этого будет достаточно так как можно применять и другие домашние подкормки но на сегодня это все заходите ко мне на канал смотрите другие видео также пишите в комментариях как вы подкармливаете простыми доступными средствами свою рассаду всем спасибо и до новых встреч